Как развивается возобновляемая энергетика в Казахстане? Какие проекты будут реализованы в стране в ближайшее время? Об этом доложили первому президенту Казахстана. Нурсултан Азарбаев посетил Международный центр зеленых технологий и инновационных проектов, расположенный на территории выставки Экспо-2017. Там был презентован прототип цифровой площадки, которая объединяет потенциал возобновляемых источников энергии. Кроме того, во время визита первого президента иностранные разработчики заявили, что готовы поделиться со страной опытом в развитии совершенно нового вида энергии. Подробнее об этом Иван Тулинов. Проекты, действующие на территории Казахстана и которые могут действовать, собраны здесь, в Международном центре зеленых технологий. Каждый из них способен давать электроэнергию, перерабатывать отходы с нулевым выбросом в атмосферу, так как их работа построена на использовании энергии солнца, ветра, воды и геотермальных источников. Прототип цифровой площадки, объединяющий информацию о потенциале зеленой энергетики, представили Нурсултану Назарбаеву. Первый президент Казахстана подчеркнул важность использования возобновляемой энергии. Я действительно высказал в 2010 году на сессии Организации Объединенных Наций. В 2015 году мы сказали, что Казахстан будет зеленый мост. Нас поддержали. И это все активно шло. Парижское совещание было по земному шару делать. Себестоимость электроэнергии альтернативных, они высокие пока. И полгидро, и полветровой энергии. Когда он будет конкурентоспособным с углем, только тогда будет двигаться. Поэтому развитие технологии здесь очень важно. Зеленая энергетика – удовольствие недешевое. Пока выгоднее сжечь уголь и обеспечить город всеми необходимыми ресурсами. Но такой подход оказывает негативное влияние на экологию. Задача центра – сделать доступнее и выгоднее технологии, позволяющие вырабатывать электричество буквально из воздуха или воды. Проект строительства каскада ГЭС на реке Усек, Памфиловского района, Алматинской области. Каскад будет состоять из четырех малых ГЭС. Суммарная мощность каскада – 33 мегаватт. Речка-то небольшая, я знаю. Да, ну если поставить… Да, четыре на начальном этапе и в дальнейшем можно будет увеличить до девяти. Также мы для баланса предложили центру и уже подготовили на реализацию это солнечная электростанция. Она будет регулировать, балансировать подачу электроэнергии. Самое главное – это развивающая горость Нуркен, СЭС-Харбуз. То есть на данный момент агропромышленный комплекс растет в регионе и уже требуется определенная энергия, которую мы должны будем уже заранее проработать. Несмотря на высокую стоимость, Казахстан уже использует зеленую энергетику. К пока еще малочисленной, но уже действующей системе зеленых технологий был добавлен проект, размещенный в Карагандинской области. С января там действует солнечная электростанция. Она уже дает 100 мегаватт в общую электросеть страны. Хочу показать наш первый проект, который мы реализовали в прошлом году здесь, в Карагандинской области, в городе Сарань, где мы построили 100 мегаваттную солнечную станцию, которая была запускана в январе этого года. Это мощность 100 мегаватт, которая давает электричество, производительное в сеть КЕГОК. То, что мы заключали меморандум с Карагандинской области, что мы бы хотели в следующих трех годах построить более как пяти раз таких проектов в Карагандинской области. Вот это сравнение? Какая мощность? 100 мегаватт. Пока 100, хотя 500. Самая большая в центрах. В этом моменте мы строим в городе Агадир следующие 50 мегаватт. Это ЕБРД принимает? Сначала мы это финансировали за своих денег, а рефинансуем это через банк ЕБРД и за климатический фонд. Очень хорошо. Электроэнергия идет уже? Электроэнергия идет. Мы по плане производим. Да, программа ФРФЦ, расчетно-финансовый центр. Будем поддерживать. В Центре зеленых технологий и инновационных проектов представлены разработки казахстанских ученых и те, что уже успешно работают в мире. Нурсултану Назарбаеву представили проект, который позволяет отапливать дома за счет геотермальной энергии. Мы в Исландии используем геотермальную энергию для отопления 100% домов. Сейчас мы сотрудничаем с Китаем, и у нас есть совместные предприятия. В Китае геотермальную энергию уже используем в 60 городах. Существует много возможностей, которые мы можем использовать. Помимо отопления домов, мы можем производить электроэнергию. Также можем использовать в качестве кондиционеров и генераторов. И учитывая очень богатый потенциал геотермальной энергии в Казахстане, мы хотели бы использовать уже наработанный опыт в Китае для реализации здесь. Что Вы в Казахстане, на каком объекте хотите работать? Мы знаем, что ресурс очень хорош в Туркестанской области. В Южном Казахстане и в Туркестанской области есть большой потенциал. В этих областях мы можем начать работу. Что нужно, чтобы начать? Что нужно, чтобы начать? Нам нужен партнер в Казахстане провести разведку и начать работу. У нас совершенно новая отрасль, будем обязательно поддерживать. Казахстану пригодится опыт и в переработке отходов. Например, в Алматы используют финские технологии для получения биогаза. Его можно применять для обогрева или выработки электричества. А в столице 15% отходов, которые жители города выбрасывают в мусорные контейнеры, используют для изготовления бытовых товаров. Мы уже внедрили раздельный сбор отходов в городе Нурсунь. 6 тысяч контейнеров, 25 отечественных автомобилей для их обслуживания. Собираемые отходы на мусороперерабатывающий комплекс поступают действующий. На нем извлекаются ценные виды вторсырья. Например, стекло перерабатывается на стеклозаводах Казахстана. Пластик перерабатывается самостоятельно. Это уже работает? Да. Вот это раздельный сбор внедрен. Этот комплекс работает. Пластик перерабатывается. Производится вторичная гранула. Она в Петропавловске используется для мусорных пакетов, тазиков, пьедер и других изделий. Сколько процентов ТВУ в этом городе? На текущий момент перерабатывается около 15%. По нашим планам, если удастся завершить все проекты, в частности, строительство комплекса по компостированию органических отходов и строительство комплекса по газификации неперерабатываемых отходов с выработкой электроэнергии, то мы сможем достигнуть установленного вами целевого показателя в 75%. Полигон твердых бытовых отходов столицы преобразуют для извлечения биогаза. Опыт, применяемый в Нур-Султане, необходимо довести до совершенства и применять во всех городах страны, подчеркнул первый президент. Электроэнергия будет извлекаться на полигоне ТБУ при прокладке дренажных труб, извлекается биогаз, газ сжигается с выработкой энергии. Это пилотный проект в городе Нур-Султане, как первый этап. Дальше планируется его распространение на другие города. Вот это надо сделать успешным, тогда можно будет всем показать, что это можно распространять. Центр зеленых и инновационных технологий расположен на территории выставочного комплекса «Астана-Экспо-2017». Он продолжает идеи, представленные во время международной выставки. Нур-Султан Назарбаев подчеркнул для страны, это важно и своевременно. Уже сейчас необходимо активно работать над развитием возобновляемых источников энергии и привлекать в эту отрасль инвесторов. Иван Тулинов при поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан, Хабар, 24.